Сайлент Хантер Впрочем, война здесь прикручена как дань традициям серии. Из-за нелепых ошибок, исторически недостоверных событий и прочих просчетов, в совокупности показывающих совсем нелицеприятную картину, здешняя динамическая кампания может восприниматься исключительно как пародия. Вместо этого лучше с головой окунуться в изучение мельчайших механизмов с фанатичной дотошностью воссозданных разработчиками. Можно с уверенностью утверждать, что научившись управлять виртуальной субмариной в Сайлент Хантер, ты гарантированно пройдешь письменное тестирование и практический экзамен для новобранцев-подводников. В игре тебе придется выступить в роли капитана подводной лодки. Для того, чтобы принести своей стране победу в жестокой войне с флотом Японии, в твоем распоряжении оказывается все, что есть у настоящего командира, множество различных показателей и широкие возможности по управлению судном. Так, например, можно посмотреть в перископ или даже усесться на место зенитчика после удачного всплытия. На безопасной глубине самое время и место заняться изучением карты. В четвертой части Сайлент Хантер создатели позволили сразу прочертить весь маршрут путешествия, заранее просчитав время, требуемое для преодоления всего пути. Ход времени вернется к реальности только тогда, когда ты встретишь вражеское судно и потребуется военное вмешательство. Поскольку основная задача отданной в твое распоряжение подлодки патрулирования, за одно путешествие можно наткнуться на 10 японских субмарин. А можно не встретить никого. Предугадать, из какого порта вдруг выплывет вражеский патруль, невозможно. Кстати, влиять на ход истории можно только от лица американского командира. Компании за японцев здесь нет, что обидно. Ведь в их распоряжении очень занятная техника. Почти всю ее, правда, рано или поздно придется потопить. При том условии, что на завершение сюжетного режима хватит нервов. Wolves of the Pacific заметно превосходит предшественников в техническом плане. Но это в первую очередь вопрос местных красот и в последнюю стабильности. Частые вылеты и подвисания могут серьезно испортить впечатляющую картинку гибели японского боевого корабля класса Ямата.